Держите, держите, держите Есть, есть Чем? Сука Хипот, парни, нахуй что мы сделали? А перед началом данного ролика я бы хотел вам посоветовать поучаствовать в конкурсе на 10 контейнеров Все что вам нужно сделать, это сделать репост данной записи, подписаться на группу вконтакте и подписаться на мой ютуб канал, ну а также нажать на колокольчик Итоги данного конкурса будут как только на канале наберется 4,5 тысячи подписчиков, ссылочка на конкурс в описании Ну а теперь погнали смотреть ролик И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, это ролик в котором мы будем рассказывать очень определенно интересную идею и вообще историю, которую вы так долго ждали Поэтому прожимайте лайк на данный ролик, если вы хотите чтобы я рассказывал больше каких-то историй в нашей игре, что у нас вообще в принципе происходит Ну а сегодня хотелось бы рассказать про очень нашумевший вопрос, который вы так долго ждали, которым вы бы хотели вообще в принципе уже давным-давно узнать В принципе все кто у нас смотрели наши стримы, все кто ходил, все кто слушал, я думаю что все уже знают ответ на данный вопрос Ну а для тех людей, которые не ходили, которые не слушали, которые постоянно спрашивали как так получилось, что ты остался за бортом у Синерджи И как так получилось, что в принципе я оказался в Этернити, как я вообще оказался в этой команде Сегодня в принципе именно таки речь пойдет об этой теме, об этом вообще в происшествии, которое у нас произошло буквально месяц назад Поэтому пройдемся по хронологии, посмотрим вообще в принципе что у нас было и чем оно все ребятки закончилось Я думаю что всем уже понятно, все все знают и все все видели серебро на Синерджи и чемпион именно таки на Этернити Начнем с самого начала, с того как у нас вообще в принципе зарождался данный Мишлановый чемпионат Что было у меня вообще в принципе в голове на то время Я категорически был против вообще в принципе участвовать в данном Мишлановом чемпионате Я не думал о нем, я не думал что у меня вообще в принципе будет желание играть в нем Я был настроен уже бросить все это дело в принципе когда ты уже выигрываешь чемпион До этого в предыдущем межклановом чемпионате То как-то уже смотришь на все эти вещи совсем по-другому И думаешь, что ну и зачем тебе это надо Зачем тратить лишнее время Зачем участвовать в том, что ты уже в принципе выиграл Ну и, наверное, все же именно вот эта позиция сыграла главную роль в этой ситуации Поэтому Синерджи уже искали состав Я сказал, что я участвовать не буду Они нашли игроков И буквально где-то за 2 часа до окончания именно всей этой трансферной политики Если не ошибаюсь, это было 29 октября Вроде как это число у нас было Если кто знает, может меня в принципе поправить Я точно не помню, какая там была дата Но и за 2 часа до окончания именно этой трансферной политики Что-то стрельнуло мне в голову Что-то, блин, изменилось И я что-то подумал, блин, а как это так Я не буду участвовать в таком турнире И как это я вообще в принципе останусь за бортом И буду смотреть вообще его сверху Комментировать его И наблюдать, как мои ребята будут просто Просто уничтожать всех И просто будут разваливать на этом турнире Без особых проблем И я решил, что это как-то неправильно Хотелось бы вообще в принципе поиграть Хотелось бы посмотреть Хотелось бы вообще что-то показать Ну, потому что Так просто взять и пропустить турнир В итоге оказалось с моей стороны неправильным Я подал заявку за 2 часа до окончания трансферов И увидел очень интересное предложение Которое я вообще в принципе не ожидал увидеть Но оно меня с одной стороны удивило С другой стороны меня оно чем-то ошарашило И вообще в принципе Я очень сильно задумался Потому что, ну, как бы, знаете Это уже можно так сказать Была подача заявки на таком Типа А вдруг? И этот вдруг Стрельнул Более где-то 15 минут Я думал после предложения Одного из игроков Этернити Чтобы, ну, меня реально позвали туда Мне сказали, что Мы хотели бы тебя видеть Но вроде как у тебя именно таки Нету желания играть в данный межклановый чемпионат Зачем ты подаешь заявку На что я ответил, что Желание есть Желание есть Показать все, что я умею Именно таки против Синаджи Потому что, ну, понятное дело Было для всех Что в первую очередь Я ставил как противника Именно данный коллектив Потому что я знал На что они идут Я знал Насколько хорошо они подготовлены И насколько хороший состав Там был подобран И то, что Главные именно таки Претенденты на победу Будут именно Синаджи А не какой-то другой коллектив Хотя и у Перцев И у тех же Пингвинов Был довольно таки Неплохой состав Именно таки подобран На данный турнир Ну и Спустя именно таки Этих 15 минут Моего размышления Я все-таки принял решение Что да Я вступаю в эту команду И начинаю Притираться к игрокам Начинаю смотреть Вообще в принципе Что да как будет Синаджи, конечно же Кто-то Воспринял это просто Со смехом Кто-то подумал Что я кидала Это Именно таки В сторону Авети с Мергеляна С Тёмиком Ну и в принципе Я их понимаю Это не совсем такое Приятный момент Который у нас Произошел И я не знал Вообще в принципе Насколько правильно Я делаю В той Именно таки Ситуации Но Как получилось Так получилось Раз я уж остался За бортом у Синаджи И мне поступило Такое предложение То надо пробовать Надо что-то делать И Именно таки Тогда Наверное Я захотел Ещё больше Выиграть У Синаджи И выиграть Данный чемпион Как ни странно Но Именно таки В другой команде У меня Это желание Появилось Ещё больше И ещё Ярче Оно Было именно таки Выражено Спустя Буквально Наверное Такий день После окончания Трансферной политики Мы очень Очень много Обсуждали Вообще В принципе Что мы будем делать Именно таки С имейджем Но я ему сказал Одну определенную вещь Главное Дойти до Синаджи Ну а там уже Мы точно что-то придумаем И у нас обязательно Что-то Должно получиться Против них Также я услышал И из его уст Очень Такую Мотивационную речь И желание Вообще В принципе Победить На что Я не мог Даже не то Что не порадоваться Я В принципе Ожидал Что Ну Когда ты Уже много Турниров подряд Не добиваешься Именно такого успеха У тебя есть Огромное желание Победить Но все же Я знал Куда я иду Я знал Что не все будет Так ровно И я знал На 100% Что Все будет Очень тяжело На данном Межклановом чемпионате И простого прохода Точно у нас По Никакой сетке Не будет И в принципе Уже С первых тренировок Я в этом убедился Я увидел Не совсем готовую команду Вообще В принципе К межклановому чемпионату Именно таки По игре Но не по моральной составляющей Что касаемо Именно таки Морали команды То она была Вот просто На такой высоте Я реально Давно не видел Таких игроков Которые именно таки Хотят победить И несмотря на все осечки Несмотря на все то Что вообще не идет Ничего не получается Никак не складывается игра Они продолжают Упорно думать После тренировок Никто не уходит Все Кто реально хочет Выиграть данный турнир Остаются Думают что-то Слушают Что-то Кто-то кому-то подсказывает Что делать Как делать Что сделать Чтобы вообще В принципе Чтобы что-то Начало вообще Получаться Мне это Очень сильно Порадовало И наверное таки За последние Так 2-3 года Вообще в принципе Обитание во всяких Разных конфах Командах И тому прочее Это я единственное В единственный раз В первый раз Нашел именно таки Конференцию Именно таки Настоящей команды Которые мне В которые мне было Очень таки комфортно И в конторе мне было По душе Не только играть Но и сидеть Вообще находиться Общаться с ребятами Которые Реально слушали То что им говорят Реально пытались Не то что Сделать вид Что да Я услышал тебя Но я буду делать Так как я считаю Нужным А именно таки Слушать И выполнять Именно таки Определенную установку На той или иной карте На том или ином формате И вообще в принципе По ситуации Очень таки Хорошо Координироваться Спустя где-то Две недели Наверное Таки После того Как мы упорно Тренировались Упорно у нас Ничего не получалось Я не мог найти Игру Не свою Я пытался Играть и в атаки Пытался играть В дефе Я психовал Я думал Что ну это вообще Просто провал Зачем я сюда Вступил Зачем Я пытался Вообще в принципе Найти Найти что-то Что Должно было привести Именно таких Правильной Позиционной игре Которую я хотел Построить Против Других команд Именно таки Сделать Свою тактическую Правильную заготовку С которой мы могли бы Спокойно выигрывать Потом Все официальные встречи Потому что Ну понятное дело Что тренировки Это именно таки Подготовка Здесь не было Никакой определенной установки Нам надо было Найти свою игру Это было сделать Очень тяжело Как я уже и сказал Но спустя Две недели Уже начало Что-то получаться И я реально Был очень рад Что наконец-то Я хотя бы Нашел свое место На карте Я хотя бы Начал понимать Где я смогу сыграть Где я смогу Сделать правильные вещи Ну и тогда уже Расстановка игры Именно таки У нас пошла В гору Началось что-то Получаться Определенные связки Появились Ну и Групповой этап Закончился С первым местом Ничего особенного Там выделять Нету смысла Довольно таки Простые бои Что касаемо Именно таки Второй линейки Единственная Одна осечка На ничейном На ничейном Бою Против Форсов Ну там Не знаю Что можно сказать Вообще В принципе В общем и целом Не совсем Наверное Осознанная Была игра На Иране В режиме ЦП Довольно таки Хорошо Мы там Контролировали Бои Два раунда Где-то до Условных Двух минут До окончания Раунда Но потом Что-то у нас Не шло так хорошо Что-то не получалось И В этом плане Не совсем Получалось Именно таки Закончить Последние Две минуты Катки Что и привело Вообще в принципе К ничейному Результату Именно таки На Групповом этапе В одном из боев Но все же Во втором бою Мы их выиграли Там уже был формат Хард ЦТФ И уже ЦП у нас Никакого не было Там мы довольно таки Легко взяли Два раунда Ребята также взяли Формат рельсовых И мы ушли С первым места Из группы И довольно таки Удачно Тоже попали на кадетов Довольно таки Легкий бой у нас Получился И уже как минимум Топ 6 Межкланового чемпионата Мы имели Смотрели вообще В принципе Как играют Другие команды Смотрели Что можно вообще Придумать Что может у нас Получиться Против того или иного Состава Трансляции Все смотрели Все что-то думали Заготовки какие-то Начинали уже Проясняться На тренировках Ну и атмосфера Царила очень таки Такая уверенная Все понимали Что у нас В сетке Получилось так Что мы Попались В одной половине С Синерджи Перцами И Уже Был первый бой Именно таки Синерджи Перцы Ребята Долго решали Кто из них Пройдет Именно таки В полуфинал Верхней сетке И В тот именно момент Я сказал Что Лучше Пусть будет у нас Именно таки Синерджи Я не хотел играть С перцами Откровенно говоря Они были Хорошо готовы Но Уже имел Какие-то Заготовки Даже против Этого коллектива Но Там было Не все Однозначно И против Синерджи Я уже Как бы Имел Определенную цель Определенные Заготовки У меня были Я Реально Хотел Выиграть Реально Хотел Уже В полуфинале Верхней сетке Показать им То Чего Они Не будут Ожидать Увидеть Но Все получилось Не совсем Так гладко И ровно И уже В Харде Мы могли Уйти Даже без Пенальти Раунда Кто смотрел Бой Тут все 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 знают Но Там конечно Удача мне Повернулась Я вернул там Флаг во втором Раунде На тоненького Очень На тоненького С большой удачей И перевел Данную встречу В пенальти раунд Но в пенальти раунде Там конечно Все пошло Не так Как мы задумывали Не так Все Гладко Получилось И Определенно Это был для нас Первый такой урок И первая такая Конкретная Оплеуха На межклановом Чемпионате И хорошо Что она произошла Это Придало Очень много Стимула Вообще В принципе Команде Упали в нижнюю сетку Упали на форсов Знакомый Коллектив Все все знали Все Все понимали Но Наверное такая Небольшая Нотка Пессимизма В моем Именно таки Общении Была Всегда Да Я всегда Говорил Что Должны Определенно Хорошо Настраиваться На любого Противника Кто-то Наоборот Завышал Свою Самооценку И Что-то Думал Что он Сможет Сделать Больше Ну и Конечно Я забыл Еще Перед Началом Плей-оффа Рассказать То что Мы взяли Просто Отличнейший Трансфер Я конечно Не хочу Об этом Много Говорить Потому что Если я Начну Сейчас Много Говорить ЧСВ данного Игрока Будет Уже Я не знаю На каком Предельном На какой Предельной Высоте Поэтому Я думаю Что по данному Игроку Я много Высказываться Не буду Я скажу Просто Что это Был Один из Самых Лучших Трансферов Которые Я вообще Видел Видел В принципе Потому что Когда у тебя Есть одно Место В трансфере После Группового Этапа И когда ты Делаешь Именно Такий Такой Трансфер Который По итогу Будет Играть У тебя Все Форматы В плей-оффе Просто Все Форматы И будет Полезным Везде Как по мне Это был Просто Лучший Трансфер Который Можно Было Вообще В принципе Сделать Хотя Ребята Некоторые Были Не согласны С моей Точкой Зрения Но И я думаю Что сейчас Именно Таки Они Уже Поняли Почему Был Трансфер Сделан Именно В эту Сторону Но И Все В этом Плане Получилось Очень Таки Грамотно После Того Как мы Выиграли Форсов В нижней Сетке Нас Уже Там Ожидали Либо Перца Либо Вудса За борьбу В именно Таки Проход И Минимум Топ Три Межкланового Чемпионата Ну И тут Наверное Нам Повернулась Еще Большая Удача У нас Получился Более Простой Бой Более Простой Бой Именно Таки Против Пингвинов Говорю Против Вудсов Против Дятлов Потому что Все могло Закончиться Совсем По другому Могли мы Упасть Именно таки На перцев И там Я не знаю Чем бы Все закончилось Очень Сильно Замотивированные Ребята С повышенным Своим ЧСВ Которые По итогу Не дало им Выиграть Даже Вудсов Привело Их К поражению И Мы увидели Дятлов В топ 4 Спустя Очень таки Долгое Время Сейчас У меня На карте Золотой Лежит Сейчас Я заеду Быстренько Заберу Да Да Изюкатка Или че Да Изюкатка Спасибо За голд И Мы Продолжаем На чем Я остановился Остановился Я на Дятлах Которые Попали Именно таки В топ 4 Это был Для них Очень Хороший Результат И Я Более чем Уверен Что Выходя на Бой Именно таки Против Нас Они Они сумели Показать То чего Я точно Не ожидал От них Они Сумели Немного таки Подвергнуть Именно таки Команду К какой то Нервозности Какой то Нотке Неполного Оптимизма И Неполного Понимания Как может Закончиться Данный бой Но благо На цп Мы были готовы Если не сказать На 100% То на 99% Мы были готовы Мы были готовы К нашей Губахе Которой Мы вернемся Так же Позже И мы Уходим С цп 2-0 Завершаем Этот бой По раундам Если не ошибаюсь 5-2 И Довольно таки Успешно Двигаемся Дальше Ну а дальше Нас уже ждали Пингвины Которые упали В нижнюю сетку От синерджи Только тоже По пенальти раунду Именно Если смотреть По информации Именно таки Синерджи Которые Прошли в плей-офф Три боя По пенальти раунду Это смотрелось Очень таки Интересно Со стороны Статистики Но не Именно таки По Самому Взаимодействию Именно таки Команды Ну Играть пенальти Постоянно Это Немножко Не то Наверное Чего хотели Синерджи Но все же Когда они уходили С каждого пенальти Именно таки В свою пользу И всегда Заканчивали именно Встречу Со своей победой Их наверное Это успокаивало И говорили Они наверное Себе Что Так все Было запланировано Так все У них И должно Было Получиться И в этом плане Они остались Довольны До Именно таки Гранд финала Но у нас Был бой Против перцев Против перцев Тяжелейший бой Хорошая подготовка Этернити К данному бою Именно таки Со стороны Не только Тактических Заготовок Но и вообще В принципе Вычерка Чего нельзя Сказать о пингвинов Которые По сути Были вообще Не готовы К нему Очень Неверные Вычеркивания Карт И просто Тотальная Доминация Именно таки Со стороны Этернити Выбрать Все Что хотели Мы Это было Очень сильно Это было Как минимум На руку Нам И дало Определенный Успех Вообще В принципе По По дальнейшему Исходу Данного Боя Ну конечно Закончить Было Можно было Данный бой Только по пенальти Из Не совсем Наверное Не совсем Верных Решений Именно таки Из От одного Из игроков Этернити Не будем Говорить о нем Не хочу Говорить О нем Что-то плохое Бывает И такое Бывает Бывают Такие ситуации Когда они Происходят Хорошо Что в данном Бою Это не сыграло Ключевую роль И мы смогли Дойти до пенальти Которым мы были К слову Готовы На Тут же Так же могу сказать На 90 Где-то 9% Мы были готовы К данному пенальти Раунду Потому что За день До данного Боя У нас Не было Оппонента На тренировку И я Сказал Что Надо Ребятки Нам потренить Пенальти Надо подготовиться Потому что Не исключено Что они могут быть Что на гранд финале Что на финале Верхней Ой В финале Нижней сетки И нам надо было Отработать Нам надо было Что-то придумать И надо было К этому Быть готовым Что у нас Успешно и получилось Мы подготовили Пенальти И Спустя 3 минуты Пенальти Раунда Против пингвинов Все пошло Именно таки Так как мы Планировали Все пошло Под нашу Диктовочку И мы Успешно Забрали Данный бой И уже Были В гранд финале Межкланового чемпионата Уже были Как минимум На втором месте И тогда Для себя Я наверное Понял Что Отпустить Сейчас Данный Межклановый чемпионат И забрать Серебро А не забрать Чемпион Это будет Очень обидно Проиграть Синерджи В гранд финале Для меня Это было бы Наверное Очень тяжело И Понятное дело Когда ты Проигрываешь им В полуфинале Верхней сетке И отдаешься Максимум игре При этом Еще и проигрываешь Его по пенальти С ошибкой С твоей стороны Это было Очень некрасиво Очень неприятно И Я понимал Что на гранд финале Надо выкладываться На максимум Их можно выигрывать Я знал Что можно выиграть 100% Я знал Где они не будут готовы Я знал Чем их можно удивить Не только по вычерку Но и По игре Вообще В принципе И тут у нас Тоже все пошло Довольно таки Неплохо Что касаемо Вычерка Я тоже был поражен С вычерка Динамитом Не знаю Либо он удивился Что мы вычеркнули Те карты Которые он планировал Играть Либо Он был не готов Вообще В принципе Вычеркивать Карты Но мы Второй бой Подряд Даже можно сказать Третий бой Если учитывать бой С дятлами Вычеркнули Все Что мы хотели И попали Опять на все Те карты Которые мы Планировали Единственная Карта О которой Думали Ребята На которой Может что-то Не получиться Как ни странно Это была Та губа ХЦП Хотя по сути Там уже Вообще Нельзя было Ничего Говорить Нет там Против Или что-то В этом духе Там должны были Все уверены Быть ребята Что у них Все получится И в принципе Дойдя До этой Губахи ЦП Не будем Говорить Сейчас про Форест Спасибо Конечно Дятлам За ту Установку Которую Мы В принципе С них Потом И скопировали Там Мы тоже Разменялись Раундами Не все Совсем Получилось Так как Мы хотели Но Наверное Ключевая Роль Все же Данного Матча Была Именно Таки В Засушении Именно Таки Харда Где мы Ушли 0-0 Я Определенно Знал Что Если У нас Получится Засушить Данный Бой И Если Мы Уйдем Либо Со своей Победы Либо С Нищей На Харде Это Будет Очень Хорошо При этом Мы Должны Были Забирать Медиум Но Там Не Получилось Там Мы Также Разменялись И Тут Я могу Сказать Спасибо Только Ребятам Которые Играли Именно Такие Рельсовые Форматы Которые Были Настроены Были Настроены Не Проигрывать Их И Всего Лишь С Оставанием В Один Раунд Мы Вышли На ЦП На Ту Самую Губаху Которая Нам Очень Полюбилась И Та Самая Карта Которую Мы Наверное Больше Всего Тренировали На Межклановом Чемпионате Именно К этой Карте На ЦП Мы Были Готовы На 99.9 Десятых Процента Каждый Знал Что мы Будем Делать У Каждого Было В голове Как Минимум Три Хода Как Минимум Три Плана Действий Что Они Будут Делать Если Противник Поедет С этой Стороны Если Противник Будет Играть На Тяжелом Корпусе По Центру Если Противник Будет Контрить Точку С Ну И Вообще В принципе Было Разобрано Очень Много Ситуации На Карте И Как Мы Должны Были Действовать Все Отлично Все Понимали И Только Координация На Карте И Та Самая Мотивация И Желание Победить Привело Именно К этому Чемпионству И У Многих Остаются До Желание Победить Данный Межкланов Чемпионат У Многих Ребят Это Не Получалось Продолжительное Время Сейчас Я Говорю Конечно Ж О Имейджи С ЛБЖ 6 Можно Как Б Мега Крита Упомянуть Но С ним Я До Этого Турнира Вообще В принципе Не Играл Вместе Поэтому Ребята Получили То Что Они Заслуживают Но Та Самая Ситуация Которая У нас Произошла С Синерджи Получилось Не совсем Наверное Правильно И После Этой Самой Победы Над Синерджами Мне Было В какой-то Мере Не совсем Приятно Вообще В принципе Лицезреть Эту ситуацию Когда Ты Оставляешь Свою Же Команду С серебром Ты Ее Обыгрываешь И Понимаешь Что Ребята Реально Могли Выигрывать Чемпион На этом Турнире Но Получилось Все Совсем По-другому Как-то Вот так Вот Прошел У нас Данный Межклановый Чемпионат И я думаю Что Все Кто досмотрел Данный Ролик До конца Поняли Всю Ситуацию Поняли Насколько Жесткий Был Данный Межклановый Чемпионат И Я надеюсь На вашу Поддержку Если вам Нравятся Такие Ролики Если вам Нравятся Всякие Истории Которых Накопилось За это Время Очень Таки Много Обязательно Прожмите Лайк К данному Ролику И как Только На нем Наберется Это Царская Соточка Я уже Буду Думать На какую Тему Записывать Ролик В следующий Именно Такой Исторический Можно Исторического Плана Можно Так Сказать В принципе Ну и Конечно Можете Предлагать Свои Идеи На Какой Вопрос Или На какую Тему Вообще Рассказывать И Обозревать В Таких Роликах Но У меня На этом Все Спасибо Ребят Всем За просмотр Данного Такого Длительного Ролика Всем Удачи И Всем Пока